Мне бы хотелось представить достаточно интересный клинический случай. Он интересен со всех сторон. Во-первых, мы имели дело с пациенткой старшей возрастной группы, мы имели пациентку с достаточно агрессивным опухолевым процессом. К сожалению, наша пациентка еще была и нашей коллегой, поэтому у нас была очень большая ответственность при подходе к лечению именно данной пациентки. Но случай интересен тем, что он является еще и нестандартом, как говорят, что у медиков все происходит наоборот, не так, как у нормальных людей. Возможно, это та же категория случая. Готовы? Спасибо большое. Значит, под нашим наблюдением... А, вопрос для голосования. Нету пока, прошу прощения. Под нашим наблюдением находилась пациентка, еще раз повторюсь, старшей возрастной группы, ей было 77 лет на момент обращения, она была стандартная российская гражданка, белая расина и испанской народности, никогда не курила, не злоупотребляла алкоголь, имела вполне допустимую сопутствующую терапию, сопутствующую патологию, соответственно, возрасту. В 2016 году, в ноябре 2016 года, ей был, к сожалению, диагностирован плоскоклеточный рак, альвеолярная часть нижней челюсти, и при дообследовании в рамках подготовки к проведению лечения, к выбору тактики лечения, у пациентки обнаружены мелкие метастатические очаги в легких, и, к сожалению, пациентка при стадировании была расценена как пациентка 4-й С стадии, Т4-0-1 с метастатическим поражением легких. Если вы посмотрите на снимок, то у пациентки были видимые проблемы в области слизистой оболочки альвеолярной части нижней челюсти, они вызывали у нее определенные вопросы в отношении приема пищи, в отношении гигиены, и опухоль была достаточно распространена и поражала костную ткань нижней челюсти уже. Поэтому, учитывая наличие метастатического процесса, учитывая неоперабельный характер первичного опухолевого очага, перед нами встал вопрос, с чего же нам начать лечение данной пациентки. Еще раз повторюсь, пациентке 77 лет. Мы могли выбрать, прошу прощения, химиотерапию в режиме ТПФ, мы могли выбрать химиотерапию в режиме ПФ, либо мы могли выбрать химиотерапию с введением таргетного агента цитоксимаба. Саваня. Да, спасибо большое. А, нет, еще нет. Нет, еще не ответить. А, ответить. Ну, в принципе, треть. Слава Игоревна, давайте дальше. Треть. Да, действительно, третий вопрос. С нами был выбран режим Экстрим. И... А можно переключить снова на презентацию? 72% с нами согласны. В рамках первой линии химиотерапии наша пациентка получила стандартные трициклы химиотерапии в режиме Экстрим. Почему трициклы? Потому что, к сожалению, при контрольном обследовании пациентка по критериям Рецист 1.1, по результатам компьютерной томографии, показала признаки прогрессирования. И если мы вспомним первую фотографию, как выглядела первичная опухоль левача, то после трех циклов одной из самых эффективных схем лекарственной терапии первой линии плоскоклеточного рака органов головы и шеи пациентка получила не только клиническое, но и рентгенологическое прогрессирование. Длительность сохранения ответа на терапию была 3,5 месяца. Катастрофически маленький промежуток времени. Поэтому мы стали думать, что же нам делать во второй линии. У нас была возможность провести пациентке определенное обследование, включить ее в клиническое исследование, что, собственно, и было сделано. Пациентке был определен PDL-статус как негативный, был определен централизованно, но, тем не менее, пациентка попала в группу анти-PDL-1 терапии и получала ее каждую 2 недели. Опять же, получала ее только 4 цикла, то есть 8 введений или 4 месяца, потому что после контрольного обследования пациентка зарегистрировала прогрессирование, которое было подтверждено двойным результатом КТ, и, к сожалению, опухоль уже распространилась настолько, что стало вызывать активное ухудшение качества жизни, которое и до этого момента не равнялось ЭКОГУ-0. К сожалению, все больше поражалось челюсть, у пациентки были выраженные болевые ощущения, поэтому у нас, безусловно, возник вопрос, что же нам делать на этом этапе. В первой линии мы провели самую эффективную схему, во второй линии нам удалось провести иммунотерапию. Что же нам делать дальше? Пациентке 77 лет. Варианты либо наилучшие… Ручевую терапию, потому что метастазы в легких были, но они, правда, были стабильны. Они были абсолютно стабильны, да, спасибо большое, Рашиду Ахидовну, забыла сказать, они были абсолютно стабильны и мелкие на фоне двух линий лекарственной терапии, они никоим образом не изменялись, поэтому мы сочли возможным поставить вопрос о лучевой терапии. Ну, тенденция понятна, спасибо огромное, коллеги, за ответ. Ну, к сожалению, наши лучевые терапевты, увидев такую изъясненную опухоль, к сожалению, отказались проводить лучевую терапию нашей пациентки. И у нас встал вопрос, что же нам делать, и мы решили проводить третью линию химиотерапии. Это была монохимиотерапия по глитакселам в еженедельной дозировке 75 мг на метр квадратный. И начали мы вот именно с такой картинки. И, о чудо, уже после первого цикла монотерапии по глитакселам в еженедельном режиме мы получили клинически видимый ответ на проведение лечения. И после второго цикла этот ответ уже был значимый, как клинически, так и рентгенологически. Вот пациентка стала соматически чувствовать себя лучше, у неё исчез болевой синдром. Она, в общем-то, смогла вернуться к своей паранормальной социальной жизни, поскольку всё равно определённый дефект в области челюстно-лицевой области у неё был. Мы смогли провести 18 инфузий по глитакселу, это 6 полных циклов лечения. Получили частичный ответ в области первичного опухолевого очага и стабилизацию процессов лёгких. Процессов лёгких никоим образом не изменялся. Общий ответ был расценен как частичный. И поэтому нами был проведён курс лучевой терапии с подведением полной дозы на первичный очаг. В принципе, вот ещё раз повторюсь, что была проведена полная лучевая терапия с полными дозами на первичный очаг и на пути регионарного метастазирования. В заключение мне хотелось бы немножечко резюмировать сложность данного случая. Пациентке было выполнено 3 линии терапии. Первая линия – самая эффективная по данным всех исследований. Вторая линия – самая перспективная по данным всех исследований. И только третья линия – монотерапия с этостатиками позволила нам остановить опухолевой процесс и провести опухоли к частичному ответу. Мы, к счастью, не получали выраженной токсичности на проведении каждой линии. Это заставило нас не уменьшать дозы и не изменять характер введения препаратов. И максимальный ответ, который мы достигли, был частичный ответ на третьей линии – монотерапия с этостатиками. Причём еженедельный. Мы не могли проводить каждые 3 недели большие дозы, а приводили маленькие дозы по клетоксилу еженедельно. То есть, по сути, она получала, ну, не метрономную, конечно, но такую терапию, которую мы просто растянули. Она достаточно пожилой человек, и, в общем, себя чувствовала уже не очень хорошо. И мы всё-таки предприняли ситуацию третьей линии. Да, но при этом уже после первого цикла, если вы помните, Ражда Ахидна, она уже смогла к нам приезжать в режиме дневного стационара, что, в принципе, для человека такого возраста достаточно сложно, а человек из такой патологии, в общем, мы расценили это как крайне положительный эффект нашей терапии. И общая выживаемость пациентки от момента постановки диагноза метастатический плоскоклеточный рак органов головы и шеи на фоне такого, я считаю, индивидуализированного подхода к лечению данной пациентки составила 24 месяца. Вот, к сожалению, биология опухоли дала о себе сдать, пациентка запрогрессировала и скончалась от прогрессирования основного заболевания. Но, тем не менее, такой подбор и такой индивидуализированный подход к лечению плоскоклеточного рака головы и шеи у 77-летней пациентки позволил нам подарить ей 24 месяца достаточно качественной жизни с надеждой на излечение. Но у нас есть время еще для дискуссии. Вот скажите, пожалуйста, а вот нет у вас такого… Вот первая схема была не экстрим, а ТПФ, и там были токсаны. Если бы мы начали сразу же бы эту схему, мы получили бы такой эффект? Или это все-таки эффект, может быть, возможно, синкопальной иммунотерапии? И после иммунотерапии, когда она активизировала все окружающие ткани, активно стали распадаться опухолевые клетки, они стали активно, может быть, расти на фоне этого, и химиотерапия это увидела и стала эффективной. Вот я не знаю, какой бы вы из вариантов выбрали? Спасибо огромное, Ашда Ахидна, за вопрос. Я бы выбрала второй вариант, поскольку назначить схему трехкомпонентную с токсанами в первой линии пациентки с такой сопутствующей патологией такого возраста я бы не решилась, хотя она была удовлетворительна в общесоматическом статусе. И, вероятно, мы бы получили больше токсичности, нежели эффекта. И, возможно, именно такой порядок проведения сначала санкетной и потом иммунотерапии позволил действительно активизировать или запустить иммунную систему для того, чтобы она смогла правильно воспринять даже такие низкие дозы цитостатиков, которые мы ей дали в третьей линии. Спасибо. А вопросы есть какие-то? Да, пожалуйста. Лучевой терапии, эффект лучевой терапии. Да, да, я поняла вопрос, спасибо огромное. Значит, от лучевой терапии эффект расценивался как стабилизация от момента начала, то есть сохранялся частичный ответ от момента третьей линии химиотерапии. То есть то, что получили на фоне химиотерапии, то и было не улучшено. Не улучшили никакого эффекта от 66 грей на первичное начало. Ну, ожог был. Ну, ожог – это не эффект. Вы никогда не видите стабилизацию научевой терапии при подведении полной дозы? Или прогрессирование? Или прогрессирование на фоне проведения лучевой терапии? Ну, у меня просто вопрос. Вы подвели практически радикальную дозу максимально. Да. И не получили никакого эффекта. Почему? Мы получили эффект частичный. Частичный ответ. Это хороший ответ в онкологии, прекрасный. Согласна, да. И еще один вопрос. Все-таки причина смерти данной пациентки. Это местное прогрессирование было? Это местное прогрессирование. То есть все-таки первичный очаг. Первичный очаг, конечно.